Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сергей Захарьяш и Лилия Четрару продолжают ругаться. Сергей упрекает её в том, что она потребительница, что она постоянно делает пластические операции. Лилии надоели его претензии, она пообещала, что больше переделывать себя не будет. Бывшие соседи Лилии из Молдовы раскрыли правду о её прошлом. Настоящая фамилия девушки не Четрару, а Кетрару. Никакого богатого бойфренда у неё никогда не было. Также Лилия должна немалую сумму денег своим односельчанам. Её долг постепенно отдают родители. Саша Черно тоже категорически против, чтобы Иосиф Аганесян делал ринопластику. Она не может представить даже такого, чтобы мужчина себя переделывал. На поляне уже обсуждают тему, а не традиционные ориентации Иосифа. Ольгу и Рапунцель возмущают комментарии, в которых пишут, что их выгнали с проекта. «Мы ушли сами», – пишет она. «Нас никто не выгонял. Ещё чего, чтобы нас выгнали, не дождётесь». Дима с Олей забрали все вещи из периметра. Теперь они живут по соседству с Димой Лукиным. Также семья Дмитренко распускает слухи о том, что у Никиты Кузнецова за периметром есть женщина, и каждые выходные он ездит к ней. А их пара с Дариной Маркиной – ничто иное, как фикция. На острове Лиза Трианда Фелиди и Алексей Чайчиц ругаются. Девушке не нравится, что Лёша постоянно пропадает в интернете, вместо того, чтобы общаться с ней. Ирина Михайловна Донцова не успела уйти, а уже хочет вернуться на проект. Но не для того, чтобы стать участницей. В скорейшем времени женщина надеется приехать на поляну на свадьбу дочери. На проект пришёл новенький участник Дмитрий Медведев. Ему 26 лет, он из Краснодара. По образованию инженер, работает инструктором тренажёрного зала. Дима влюблён в Африкантову, настроен очень решительно, конкурента в Роме Капакла не видит. А Рома, как только у него появился соперник, поспешил помириться с Мариной. Он устроил ей свидание на пляже. В итоге ребята помирились. К Захару Соленко тоже пришла новенькая участница Яна из Брянска. Ей 21 год. Она обозвала Леру Фрост, носатой курицей, которая недостойна Захара. Вика, Романец и Антон Гусев продолжают вместе отдыхать. Они публикуют фото из одного клуба. Но своё примирение они до сих пор не афишируют. Вслед за Викой в суд на антифанатов подаёт и Антон. «Это стало переходить границы», – пишет он. Они публикуют смонтированные переписки, шантажируют аудиозаписью, которой нет, оскверняя моё имя и имя Вики. В сети появилась информация о провале продаж книги Бузовойца на счастье. Один из пользователей сфотографировал книгу с ценником в одном из магазинов. Многим запомнился откровенный концертный наряд Бузовой, и поклонники обнаружили, что она повторила образ Кристины Агилеры, в котором та появлялась ещё в 2002 году. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.